Представитель Российской Федерации попросил слово для ещё одного заявления. Я предоставляю ему слово. Господин председатель, действительно, мне хотелось бы сказать несколько слов. Буквально два слова по Крыму, хотя я говорил раньше, что мы Крым не будем обсуждать в Совете Безопасности, а будем ограничиваться одной цифрой – 93%. В ходе недавнего опроса общественного мнения, проведённого германским институтом, 93% жителей Крыма высказались в поддержку воссоединения с Россией, ещё раз подтвердили своё одобрение этому историческому акту. Поэтому нам не нужно ничего доказывать. Но вот в связи с тем, что украинский коллега говорил о своей заботе в отношении жителей Крыма, хочу напомнить, что киевские власти всё, что могли, сделали для того, чтобы усложнить жизнь жителям Крыма. То воду перекрывали, то электричество, то ещё неизвестно что, то перекрывали доступ. Кстати, последняя новость, они не придумали ничего лучшего, чем заминировать, положили что-то 40-50 ящиков взрывчатки под мост, через который люди продолжают переходить между Крымом и территорией Украины. Вот это вот гуманизм, так сказать, киевских властей в его наиболее красочном проявлении. Так что об этом даже не будем больше говорить. Но что касается того, как украинский коллега описывал ситуацию, связанную с выполнением комплекса мер и резолюции 2202, конечно, он всё очень односторонне подавал. Я хочу просто попросить всех читать доклады специальной мониторинговой миссии, которые, в общем-то, объективны. И главное, вот все говорят, главное сейчас отвезти вооружение, чтобы не стреляли. Первыми начали отводить вооружение представители ДНР и ЛНР, и они первыми завершили этот процесс. Киевские власти всячески его затягивали. Ну, хорошо, вот заявил представитель Украины, что президент Порошенко отдал указ не стрелять, приказ не стрелять, и что его якобы соблюдают. Но мы помним, как в августе президент Порошенко торжественно обещал не обстреливать города. После этого обстрелы городов не прекращались ни на один день на протяжении нескольких месяцев. Но, повторяю, мне хотелось быть оптимистом, и давайте надеяться, что все же то позитивное, что мы видим в реализации комплекса мер, будет укрепляться. Теперь этот вопрос не относится к компетенции Совета Безопасности, но поскольку он упоминался несколько раз, я хотел бы его прокомментировать. Речь идет о Надежде Савченко. Меня не устаю удивляться малоинформированностью некоторых коллег по Совету Безопасности. Вот представитель Украины, то есть представитель Соединенного Королевства, прощу прощения, посол Лайл Грант, задал мне прямой вопрос. Почему арестована Надежда Савченко? Так вы что, газет не читаете, что ли? Она обвиняется в соучастии в убийстве двух российских журналистов. Это очень серьезное обвинение. Мы же с вами все время говорим о том, что журналистов надо оберегать, о том, чтобы не было безнаказанности. Ей предъявлены такие обвинения. Задержание и вовсе не является незаконным, поскольку оно подтверждено судом по нашему законодательству. Кстати сказать, Европейский суд по правам человека отказался применять в отношении этого дела правило 39 регламента суда. Что подтверждает законность и обоснованность содержания этой украинской гражданки под стражей. Совсем странно было слышать требования об освобождении Савченко от представителей Соединенных Штатов. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, голодовки объявляют, вы их там насильно кормите и это все считается нормальным. Я уж не говорю о том, что Соединенные Штаты взяли привычку воровать по всему свету граждан российских, предъявлять им надуманные обвинения, иногда в результате провокации, учененных против них американскими спецслужбами, бог знает где, помещать в нечеловеческие условия содержания, выводить на какие-то бутафорские суды на территории Соединенных Штатов и давать чудовищные сроки тюремного заключения, все время подвергая фактически психологическим пыткам в результате бесчеловечного содержания в американских судах. Уверяю вас, дорогие коллеги, я думаю, что вы это многие понимаете, Если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась в Соединенных Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной, она бы никогда света белого не увидела. А что касается нашего расследования, то мы исходим из того, что следствие, если понадобится суд, определит ее вину или невиновность. Ну и хочу сказать, что непонятно, на каком основании господин Шиманович использует свой ионовский пост для призывов к высвобождению Надежды Савченко. Мы считаем, что господин Шиманович просто нарушает статью 100 и 101 Устава Организации Объединенных Наций, который требует обеспечить высокий уровень компетентности и добросовестности персонала и беспристрастность при исполнении им своих обязанностей. Так что, господин Шиманович, если вы захотите сменить место работы, то вы сможете реализовать все свои публицистические таланты. А здесь давайте придерживаться того, что могут или не могут делать представители Организации Объединенных Наций. Ну, заключая, к сожалению, я должен констатировать, что наше обсуждение было хуже, чем оно могло бы быть в условиях тех первых шагов, которые предприняты в реализации резолюции 2202 и комплекса мер, согласованного 12 февраля. Мне всё же хотелось бы надеяться, что члены Совета Безопасности по-честному настроятся на то, чтобы содействовать дальнейшему продвижению процесса политического регулирования на Украине. Я благодарю вас. Я благодарю представителя Российской Федерации за его выступление. Представитель США попросила слово для ещё одного заявления. Я предоставляю слово. Спасибо, господин председатель. Проблема этого обмена выступлением в том, что в России нет доверия абсолютно. Представитель России месяц назад на одной из 32 сессий, на первой из 32 сессий сказал, что в России нет солдат, тяжёлое вооружение, присутствие на Украине. А затем не только признал, что присутствие в Крыму имеется, но также объявил о аннексии Крыма, которая стала возможной благодаря применению военной силы, российской военной силы. То есть меняются ретроспективно факты. Россия недавно сказала, что будет соблюдать прекращение огня и комплекс мер по осуществлению сентябрьских минских соглашений. Но затем Дебальцева стала мишенью для России сепаратистов, а теперь Россия говорит, что Дебальцева – это часть территории контролирования сепаратистами, хотя на момент подписания комплекса мер она таковой не являлась. Сегодня Россия заявила, что сепаратисты выполнили минские соглашения, отведя тяжёлое вооружение, но ОБСЕ не может получить доступ к тяжёлым вооружениям. То есть нас просят полагаться на российские заявления относительно судьбы этого тяжёлого вооружения, которое Россия предоставила сепаратистам. Оно же не с неба упало, это тяжёлое вооружение, это массированные системы того, чтобы сбить самолёты, того, чтобы обстреливать гражданские центры. Например, 500 человек погибло в подвалах, их у КГВ нашло. Информация, которую США предоставили Совету на протяжении времени, к сожалению, оказалась точной, эта информация оказалась точной. И Россия реализовала свои территориальные претензии, а факты на местах – это те факты, которые мы приводили на повседневной основе. Но в отличие от этого, заявление, которое Россия делает в Совете, приводит к другим заявлениям на последующих встречах. Но ситуация на местах противоречит предыдущим заявлениям. И то же самое касается заявлений, которые были сделаны сегодня. Положение на месте, ведь только оно имеет значение для всех нас. А факты говорят о том, что имеет место российская агрессия, была заблокирована часть страны России и удерживается. Единственная возможность заключения мира в Минске – это, чтобы Россия покинула Украину и вывела бы вместе с собой тяжелое вооружение. Спасибо. Я благодарю представителя США за её выступление. Представитель Соединённого Королевства попросил слово для ещё одного заявления. Я ему предоставляю слово. Спасибо, господин председатель. Я просто отвечу моему российскому коллеге, так как он на мой вопрос сослался. Но, к сожалению, он вышел из зала, когда я выступал. И, может быть, неправильно это по телевидению, которое он смотрел. Этот вопрос был переведён. Вопрос не в том, почему Надю и Савченко задержали, а вопрос был в том, почему она остаётся в заключении, если Россия согласилась на обмен пленными, как часть минских соглашений. Может быть, вы считаете, что я не совсем в курсе фактов, но я могу поделиться некоторыми факторами. Об аресте её арестовали 17 июня 2014 года вооружённой группировкой в Донбассе на востоке Украины. Затем её перевезли в Россию, где ей были предъявлены обвинения в обстреле из миномётов, в результате чего погибло два российских журналиста, а это нападение произошло уже после того, как она была задержана. Более того, в январе следователи в России открыли новое уголовное дело против госпожи Савченко за незаконное пересечение границы с Россией. Это её задержали на востоке Украины, а затем насильно перевезли в Россию в первую очередь. Таковы факты этого дела. Вопрос, который я задавал российскому коллеге, почему её по-прежнему содержат под стражей, тогда как было подписано соглашение 12 февраля в Минске, что все военнопленные и заключённые будут освобождены. Я благодарю представителя Соединённого Королевства за его заявление. Представитель Российской Федерации попросил слово для ещё одного заявления. Я ему предоставляю слово. Во-первых, то, что касается Савченко, конечно, там происходят определённые следственные действия. Выдвинуты обвинения, происходят определённые следственные действия, есть определённая юридическая процедура. На Украине очень много задержанных и пленных, в отношении которых не производится никаких юридических процедур, никогда не производилось. Вот к ним, разумеется, и относятся положения минских договорённостей в отношении обмена этих пленных и задержанных. А в данном случае есть определённая юридическая процедура, через которую невозможно перепрыгивать. А теперь в отношении реплики госпожи Пауэр. Ну, во-первых, она, конечно, передёрнула очень сильно содержание тех обсуждений, которые у нас были в Совете Безопасности с начала украинского кризиса. Две вещи мы уже обсуждали, но, коль скоро она о них снова так с упором остановилась, я их поясню. Дебальцево с самого начала, когда заключались договорённости в Минске 12 февраля, было ясно, мы об этом совершенно чётко говорили, что прежде чем наступит прекращение огня в районе Дебальцево, должен быть решён вопрос о выводе украинских военнослужащих, которые оказались в окружении в этом районе. Мы предлагали им спокойно выйти, ополченцы предлагали спокойно выйти, и тогда там сразу же было бы установлено прекращение огня. Но, к сожалению, они получали другие приказы, они получали приказы вырваться из окружения. Разумеется, в таких условиях очень сложно было ожидать, что там немедленно установится прекращение огня. Так что ситуация с Дебальцевым ни для кого, кто был знаком с деталями обсуждения, не могла быть сюрпризом. Ну и последнее. Посол Пауэр начала говорить о фактах, где вооружение. Это, в общем-то, такая деталь, связанная с работой специальной мониторинговой миссии. О ней подробно говорится в постоянном совете ОБСЕ. Но миссия должна делать то, что ей предписано комплексом мер. Комплексом мер ей приписано наблюдать за режимом чистоты той территории, с которой отводятся тяжелые вооружения. В комплексе мер ничего не говорится о необходимости отчетности, где они находятся, как они находятся, где они складируются и так далее. В порядке проявления доброй воли представители ДНР и ЛНР действительно предоставили некоторую дополнительную информацию, которую запрашивала миссия. Не знаю, предоставили ли это дополнительную информацию киевские власти. Но как раз задача-то в том, чтобы сосредоточиться на тех вещах, которые необходимо делать по комплексу мер, а не пытаться накрутить какие-то новые условия. Вот они должны определить и смотреть, вот в той зоне, от которой вводятся тяжелые вооружения, есть эти тяжелые вооружения или нет. Если их нет, значит, обязательства выполняются. А куда они там выводятся и где они складируются, это уже вопрос вторичный. И оснований для постановки этих вопросов у специальной мониторинговой миссии в соответствии с комплексом мер нет. Но, повторяю, ополченцы в порядке доброй воли некоторую дополнительную информацию предоставили. Я благодарю вас. Я благодарю представителя Российской Федерации за его заявление. Представитель Украины попросил слово для еще одного заявления. Я ему предоставляю слово. Общее замечание с прошлого года и, выслушав российскую делегацию на этом седании, я хочу повторить то, о чем я постоянно говорил с марта прошлого года. Россия занимается поджогом, а при этом играет роль пожарника. И пока эта роль не будет сыграна, невозможен консультивный диалог. Я благодарю представителя Украины за его выступление. Представитель Российской Федерации попросил слово. Представители Украины лучше бы было подбирать выражение. Лучше бы было подбирать выражение. Украина – это соседняя с Россией страна, которой мы пытаемся выйти из этого кризиса. Поэтому кто там чего поджигал, вы вот у госпожи Пауэр, она сейчас смеется, спросите, что она там с Порубием они поджигали на Майдане. Она вам расскажет тогда, если ей известны эти детали, насчет поджигателей. Ну и хочу отметить последнее, отчасти вытекало из предыдущих ремарок госпожи Пауэр. Все вы там говорите, Россия то, Россия сё, как будто нет этих людей, которые воюют за свои права и отстаивают свои права на востоке Украины. Вот понимаете, даже если все самые цифры, которые вы говорите, российского вмешательства, если бы эти цифры все были справедливы, то всё равно десятки тысяч людей вышли с оружием в руках защищать свои права на востоке Украины. И Россия, она никак заставить никого не могла это сделать, это невозможно заставить, понимаете. Так что, к сожалению, нет желания у многих взглянуть на реальное положение вещей на востоке. Из-за этого, собственно, кризис так и затянулся, что некие схемы рисовались тут вот про художников, говорил украинский коллега. Там им в Вашингтоне нарисовали упрощённую схему, кого свергать, кого куда ставить, что делать. И они по этой упрощённой схеме, тут даже красок не нужно, тут один карандаш нужен был. И вот по карандашной схеме начали пытаться политические проблемы Украины урегулировать. Вот к этому привели. А сейчас давайте у военных советников. Сейчас Саакашвили советник президента и 300 советников. Вот как раз, как это было в августе 2008 года в Грузии. Если вы по такому пути пойдёте, так сказать, разные слова красивые, при этом используя, о роли России, то это закончится печально для Украины, ещё печальнее, чем те события, которые мы наблюдали в течение последнего года. Этого хотелось бы избежать, потому что, наконец, есть признаки того, что можно урегулировать ситуацию. Есть комплекс мер, где есть военные меры, где есть политические меры. Это надо строго выполнять. И причём не говорить, как некоторые сегодня делали, что вот сначала надо всё там сделать военное, а потом только политическое. Надо всем заниматься параллельно. Потому что пласт проблем, которые необходимо решить до конца этого года в соответствии с комплексом мер, очень велик. И поэтому не надо отвлекаться на второстепенные темы. Надо бить в одну точку, что необходимо выполнять пункт за пунктом комплекс мер. Я благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Российской Федерации за его выступление. Представительница Соединенных Штатов вновь попросила слово. Я считаю, что мы злопотворим терпением всех членов Совета, но представитель России несколько раз говорил о добросовестности. Мы добросовестность делаем то, добросовестность делаем иное. И в этом контексте это просто абсурдное употребление данного слова. Я благодарю представительницу Соединённых Штатов за это выступление. Заседание закрывается.